21 мая в Абхазии отмечали траурную дату, День памяти жертв Русско-Кавказской войны. 160 лет назад сотни тысяч абхазов, абазин, убыхов и адыгов были насильственно выселены в Османскую империю. Многие из них погибли в пути от голода и эпидемии. Потомки абхазских махаджиров живут сегодня в 50 странах мира. Самая многочисленная абхазская диаспора в Турции. День памяти жертв Русско-Кавказской войны отмечают в Абхазии, на Северном Кавказе и в странах проживания абхазо-адыгской диаспоры по всему миру. К этой дате в Абхазии был приурочен ряд традиционных мероприятий, в том числе конференции и круглые столы с участием представителей Северного Кавказа. Ученые обсуждали вопросы, связанные с репатриацией и демографией. Абхазия – единственный из стран Северного Кавказа, получившая независимость, и черкесы ждут от руководства нашей страны конкретных действий, направленных на репатриацию потомков махаджиров. Однако в последние годы руководство страны не проявляет должного интереса к диаспоре, проживающей в дальнем зарубежье. И неудивительно, что эксперты обратили внимание общественности на то, что за все пять лет президент Исланджани ни разу не обратился со словами сочувствия к потомкам махаджиров и к своим соотечественникам по случаю трагической даты. Между тем, на этой неделе правительство подарило нам еще один внеплановый выходной, плюс к плановому дню Симона Канонита. Один из 12 апостолов Иисуса Христа проповедовал христианство в Абхазии и принял моченическую смерть в Новом Афоне, на предполагаемом месте его гибели, возведенного Афонский храм. Недалеко от храма в Гроте, в горе Псырцха, находится его келья, ставшая местом паломничества для христиан всего мира и для многочисленных туристов. 23 мая православные Абхазии, как всегда, отмечали события, происходившие в 55 году н.э. В церквях служили молебны и совершали обряды. В качестве бонуса от правительства еще один выходной и рабочая неделя в нашей стране была опять сокращена до трех дней. Так что в мае 24 года мы больше отдыхали, чем трудились. В оставшиеся три рабочих дня в Министерство транспорта и связи, созданное в этом году, был назначен заместитель министра. Никого не удивило, что стал им племянник сын родной сестры президента Бжания. Похоже, что и мы начинаем привыкать к этому семейному подряду. Благо, у президента нет юных детей и племянников, и все его родственники вполне возрастные. А то, что нет опыта работы в той или иной сфере, мало кого в руководстве смущает. Нынешний родственник Давид Габеля родился в Киргизии, закончил московскую школу имгимо, работал в России в различных коммерческих фирмах. Женат на дочери второго президента Абхазии, семья живет в Москве. Еще одно событие, свидетельствующее о провалах кадровой политики, произошло в селе Губа Чемчирского района. Глава администрации села при попытке изнасилования нанес ножевые ранения жительницы этого же села. Правоохранительные органы отказались опровергать или подтверждать информацию, и вопрос решается в рамках народной дипломатии. Однако событие стало поводом для журналистов напомнить общественности все дикости, совершенные чиновниками в период правления слонабжания. Авторы публикации делают особый акцент на то, что ни один чиновник, совершивший преступление, не понес наказание, а большинство получило награды и повышение по службе. Между тем скандалом в неделе стали не чиновники, а жители одного из сел Гулрыбского района, самовольно переименовавшие село Цкабен. Жители села решили вернуться к советскому наименованию села, носившего имя революционера Шаумяна. Они вывесили указатель, на котором предлагали посетить село Шаумяновка. Разбирательство было недолгим. Табличку убрали, армянская диаспора принесла извинения. В обращении признается недопустимость самовольного изменения, название населенных пунктов и приносится извинение администрации района и общественности. Еще один скандал недели был связан с Сухомским аэропортом. Депутатов парламента Абхазии не пустил на его территорию российский ЧОП. 20 мая на встрече с министром внутренних дел в парламенте депутаты отмечали, что вопреки абхазским законам территорию аэропорта охраняет иностранный ЧОП, частное охранное предприятие. Министр Роберт Кеут был удивлен, согласился, что ЧОП и в нашей стране вне закона и пообещал разобраться. Все еще разбирается, как, впрочем, и с сотрудниками МВД, избившими подростка с 17 апреля. Не смогли ничего внятного сказать журналистам и в пресс-службе Сухомского аэропорта. Глава этого подразделения, ссылаясь на российское законодательство, никак не желала понять, что абхазские законы пока еще отличаются от российских. И это неудивительно, если судить по заявлениям наших руководителей. Так, внимание общественности привлек видеомост, организованный российским агентством «Спутник» в Абхазии по инициативе Центра стратегических исследований «Абхазия и Россия в контексте новых геополитических реалий». Здесь секретарь Совета безопасности Сергей Шамба заявил, что в Абхазии не считают реальным сценарий, при котором между Грузией и Абхазией будут созданы конфедеративные отношения. Но выразил надежду на другой формат, другую интеграцию в союзное государство России и Белоруссии. Таможенный комитет на этой неделе сообщил, что пресек контрабанду табачной продукции в Грузию. Сигареты в количестве 200 пачек перевозил житель Абхазии табаку. Новость интересна тем, что табачная контрабанда из Абхазии в Грузию давно стала проблемой для сопредельной страны. И 200 пачек на фоне вывозимых объемов выглядят насмешкой. В службе ГАИ МВД ввели в эксплуатацию мобильный комплекс автофиксации нарушений. Все данные о совершенных правонарушениях в области дорожного движения теперь поступают сотрудникам ГАИ. За первый вечер работы комплекса нарушителям ПТД было вручено более 70 постановлений. Об этом сообщила пресс-служба МВД. На этой неделе президент Бржания наградил орденом Акзябша посла Южной Осетии в России Знаура Гассиева. Выразил соболезнования в связи с гибелью президента и главы МИД Ирана. И принял чеченского ученого Джамбулата Умарова. Премьер-министр Абхазии Александр Анква принял представителей Международного Красного Креста. Большая делегация депутатов парламента отправилась в Калмыкию, чтобы поучаствовать в работе Южно-Российской парламентской ассоциации. Делегация МВД во главе с министром выехала в Россию на совещание комитетов органов внутренних дел. Уполномоченная по правам ребенка Мактина Джанжоли встретилась в Москве с российскими коллегами, чтобы обсудить вовлечение детей в опасные онлайн игры. Журналисты государственных СМИ участвуют в работе 18-го Международного медиафорума «Диалог культур» в Санкт-Петербурге. В Сухуми школьные команды соревновались на этой неделе в знаниях по истории возникновения славянской письменности. 22 мая в абхазских школах прозвенел последний звонок. Школу закончило около 2000 выпускников. 12 выпускников претендуют на медали. Такими были три рабочих дня этой недели.